Привет! У меня для тебя хорошие новости. TikTok выпустил собственный стриминговый сервис, с помощью которого ты можешь транслировать свой поток на стрим в TikTok. Склад, да? Для того, чтобы скачать Live Studio TikTok, тебе нужно перейти в свой профиль через браузер, нажать по иконке своего профиля, где вылезет окно, в списке которого ты увидишь Live Studio. После нажатия мы переходим на сайт именно стриминговой платформы Live Studio TikTok. Здесь мы можем загрузить для Windows бесплатно, видимо, Mac пока не поддерживается. Здесь же нам приветствуют и рассказывают о элементарных фишках. Простая настройка, общение с зрителями, трансляция любых устройств. Как я понял, можно будет транслировать экран телефона в ПК. Загружаем. Открываем. Вот так выглядит окно данной студии. Так скажем, это 10% OBS. Ужатая-ужатая версия, чтобы стримили только в TikTok. Видимо, TikTok, как и все другие стриминговые сервисы, хочет, чтобы их поток не ретранслировали на другие платформы. Ну или кому это не нужно, чтобы им было удобно, не было ничего лишнего. Что мы видим? Верхняя часть программы. Мы видим статистику по процессору, памяти, скорости загрузки, битрейту, стяжение частоты кадров. Ну, а элементарная статистика, чтобы ты понимал, лагает у тебя что-то или нет. Слева мы видим элементарную сцену экспозиции, где мы можем добавлять нужную сцену. Вот полный экран у меня сейчас захват идет. Мы можем добавить, например, камеру. Так как у меня камера задействована в OBS, сейчас он не дает это выразить. Ну, в любом случае мы можем ее добавить. Да, к сожалению, не дает. Будет окошко. Фильтров сразу говорю, никаких нигде нет. Ождаюсь на полный экран, если мы нажмем. Здесь нет какого-то рода фильтров. Мы можем на задний план переместить, на передний. Ну, я думаю, мы можем это сделать в качестве перетаскивания. Зафиксировать, открепить, настройка переименовать. То есть, функционал максимально узок. Посередине мы видим то, что видят ваши зрительные трансляции. И справа чат трансляции. Настройки чата элементарные. Подарки прямых трансляций, комментарии включить или выключить. Мы можем это окно сделать плавающим. Переместить его в любую удобную для нас часть монитора. Ну и внизу комментарии и стандартный пакет эмоджи. По настройкам самой трансляции. Качество трансляции. Качество видео. Здесь есть готовые пресеты, но я рекомендую настраивать его вручную. Он будет работать чуть-чуть лучше. Разрешение Full HD. FPS 60 FPS. Битрейт видео. 6 тысяч в TikTok вот так. 3 тысячи в TikTok вот так. Потому что все смотрят на телефоне и разницы никакой не увидят. Сейчас пока еще TikTok не смотрят через браузер. Максимально 10 тысяч здесь. Это для 2K разрешения. Битрейт звука ставим максимально 256. Энкодер. NVIDIA HardCodec. Это видеокарта. Я всем рекомендую ставить именно такой кодек. Здесь есть еще V264. Программный кодек TikTok. Вообще не знаю, что это такое. И V256 это с помощью процессора стримить. Но 2021 год. Концовочка уже. Видеокарты стримят лучше, чем процессор. Если у вас только не отдельный комп с хорошим процессором, который только делает трансляцию. Смена энкодера. Высокая. Ну типа качество стриминга. Как будет видеокарта это все обрабатывать. Цветовое пространство. Ставим не 601, а 709. Чтобы цвета были максимально красивые, качественные, сочные, мощные. Диапазон ставим также все диапазоны, а не часть. Тут же мы можем сделать задержку трансляции, если указать нужное время. О аудио. Как и обычно, у вас тут есть два пресета захвата звука, микрофон и динамик. Динамик вы выбираете то устройство, с которого вы слышите звук. То есть если вы слышите звук через монитор, вы выставляете здесь монитор. Я вывожу звук через наушники, поэтому у меня здесь стоит захват звука наушников. Микрофон аналогичная ситуация. Фильтр шума ставить не буду. Не знаю, как он работает, пока не стоит это клацать. Запись. Выставляете папочку, куда будете записывать. И формат. Советую с этим по 4, так как его лучше обрабатывать из телефона, из любых других софтовых программ на компьютере. Вот и в принципе и все. Все настроечки по Live Studio. Ничего тут обычного, необычного. Можем отправить отзыв и посмотреть документацию данной программы. Кнопочка записи, кнопочка начала самой трансляции. Готовы уйти в эфир, отмена или начать. Трассировать саму трансляцию можно вот здесь по карандашу. Доброй ночи. Выставить картиночку, выставить тему, в которую вы стримите. И сохранить. Вот и все. Это в принципе все, что можно было сказать про Live Studio. Пиши, что думаешь. Нужна ли она или лучше использовать наш старый добрый OBS. Всем пока. С вами был RedBizon.